Йога Васиштха Книга шестая Сарга семьдесят седьмая История о приключениях Шикхи Тхваджи Васиштха продолжил Утвердись в спокойствии и равновесии Подобно Бхагиратхе И выполняй со спокойным разумом то, что приходит само Отказавшись от всего мира Удерживая птицу разума в сердце Оставайся в неподвижности собственной природы Подобно Шикхи Тхваджи Рама спросил О Брахмин Кто этот Шикхи Тхваджа И как он достиг своего состояния Расскажи мне об этом Для лучшего моего понимания Васиштха продолжил В прошлую эпоху Жили двое влюбленных Которые из-за своей любви Родятся вновь и в эту эпоху Рама спросил О лучший из учителей Объясни мне Как существовавшие раньше Родятся так же и потом Васиштха продолжил Таков закон творения мира Сознанием создателя Брахмы И других Который остается неизменным всегда Ибо такова его природа Некоторые объекты Существовавшие во множестве Снова появляются Во всем разнообразии И появляются другие Не существовавшие раньше А третьи Существуя сейчас Больше не появятся Снова Другие существуют Так же Как существовали Ранее Подобно Волнам В океане Которые могут быть Сходными Или Различными Существа И объекты В творении Могут быть Разными Или Сходными Тот Прошлый король О которым Я рассказываю Родиться В будущем Точно Таким Слушай Историю В Два пара Юге В создании Седьмого Ману В последней Из четырех Эпох В этом Творении В роду Куру На континенте Джамбу Двипа В долине Великих Гор Виндхья В богатейшей Столице Страны Малва Жил Король Шикхи Тхваджа Обладавший Всем Королевскими Добродетелями Смелостью Твердостью Благородством Величием Учтивостью Терпением Спокойствием Спокойствием Разума И чувств Он был Прекрасным Воином Его Поведение Было Достойно И он Был Воплощением Множества Прекрасных Качеств Океаном Доброты Он был Красив Спокоен Могуч Любим И уважаем Другими Он поддерживал Праведность Удовлетворял Просьбы Нуждающихся И говорил Мягко И скромно Он Наслаждался В компании Хороших Людей Хорошо Изучил Все Писания Внимательно Размышлял Над ведами Не зазнаваясь И не терял Голову От Женской Красоты Когда его Отец Умер Он Будучи Еще Молодым Сумел Утвердиться В правлении И в Шестнадцать Лет Установил Повсюду Свою Власть Затем Используя Превосходство Своего Королевства Он Присоединил К нему Всю Остальную Землю И без Страха И сомнения Правил Своими Подданными Придерживаясь Законов Дхармы Слава О нем И его Министрах Разошлась По всему Миру Однажды Через Несколько Лет Пришла Весна Раскрылись Цветы В сияющих Лучах Луны Деревья В саду Были Скрыты Цветущими Качающимися Лианами Среди Белых Лепестков Рассыпалась Камфорная Пыльца Множество Сияющих Раскрывшихся Соцветий Источали Ароматы Из цветущих Зарослей Раздавалось Громкое Гудение Пчел В прохладе Лунных Лучей Дули Сладкие Ветерки В долинах И по берегам Расцветали Разные Цветы И видя Это Разум Короля Взволновался И погрузился В мечты О супруге Опьяневший От сладкого Вина Цветочных Запахов Его Разум Не мог Думать Ни о чем Как Весенний Лес Полный Любви Когда Даже в садах Среди Качающихся Лиан И озер С лотосами Мы будем Развлекаться С моей Любимой Чьи груди Напоминают Бутоны Золотых Лотосов Когда Я прижму Цветущую Цветущую Лиану В лунных Лучах Когда В ней Луноликой Красавице Разгорится Любовь Ко мне Такие Мысли Посещали Короля Когда Он Весь В надеждах Собирал Цветы В саду Он Бродил По лесам И По цветущим Садам Переходя Из одного К другой И любуясь Прудами Заросшими Лотосами Он Гулял В рощах Вокруг Дворцов И В разных Парках Истории С Описаниями У тех В прекрасных Садах И Лесах Рассказы О любовных Похождениях Не удовлетворяли Его Возбужденный Разум В его Сердце Постоянно Пребывал Образ Любимый С непослушными Локонами Он Грезил О девушке Золотыми Сосудами Грудей Скоро Мудрые Министры Поняли Состояние Молодого Короля Поняв По разным Признакам Состояние Короля Министры Начали Искать Подходящую Для женитьбы Девушку Они Определили Что в жены Ему Лучше Всего Подходит Дочь Короля Сураштры Только Что Вошедшая В пору Юности И Попросили Ее Руки Для Короля Скоро Король Женился На той Которая Настолько Напоминала Его Самого Что Казалось Его Отражением Прекрасной Принцессе По имени Чудала Выйдя За него Замуж Она Расцвела Как Цветок Лотоса В присутствии Шикхид Фаджи Черноглазая Лотосаокая Чудала Цвела От Любви Как Лотос Раскрывается При Свете Солнца Их Любовь Друг К Другу Только Усиливалась Она Сияла От Любви Как Молодая Цветущая Лиана Король Был Счастлив В Ее Компании Передав Своим Мудрым Министрам Все Государственные Дела На Благо Подданных Он Развлекался Как Царственный Лебедь Среди Прекрасных Лотосов Они Играли Вместе В Покоях Дворца На Качелях И Среди Прудов Заросших Лотосами В Садах И Парках Среди Увитых Цветущими Лианами Рощами Деревьев Кадамба И Среди Ароматных Сандаловых Рощ Среди Парков С Деревьями Кадали И Друг Друг Вдруг Небесам И Земле Соединяющихся Хорошими Дождями Для Вспаханного Поля Они Будучи Хотя И Отдельными Развлекались Друг С Другом Множеством Искусных Действий Став Став Умелыми В науках Доставления Удовольствий Друг Другу У них Было Много Общего И Они Наслаждались Любовью И Дружбой Каждый Каждый Находился В сердце Другого И Они Оба Казалось Были Одним Существом Из Уст Своего Мужа Чудала Обучилась Всем Писанием Подобно Юному Ученику Брахмачари И Стала Знатоком Во всех Областях С Объяснениями Чудалы Шикхит Хваджа Научился Танцем И И Игре На Музыкальных Инструментах Став В этом Прекрасном Знатоком Этих Искусств Они Были Как Луна И Солнце Взаимно Украшающие Друг Друга Они Жили В сердцах Друг Друга И Казалось Что Два Тела Стали Одной Сущностью Оба Цвели Взаимной Любовью И Расположением Они Были Нераздельны Как Цветок И Его Аромат Или Как Шива И Парват Спустившиеся На Землю Вместе Они Стали Знатоками Всех Писаний И Всех Искусств Они Они Были Вишну И Лакшми Сошедшими На Землю С Особой Целью Они Нежно Сияли От Любви И Были Равны Друг К Другу В Знаниях И Хороших Качествах Они Уважали Законы Мира В Совершенстве Знали Писание И Владели Всеми Искусствами Они Сияли От Любви Напоминая Собой Две Луны Лучащиеся Нектаром Так Они Наслаждались Своей Любовью И Различными Удовольствиями В Покоях Дворца Подобно Паре Счастливых Влюбленных Лебедей В Возере Прекраснейшего Из Миров Этим Заканчивается Сарга 77 История О Приключениях Шикхи Тхваджи Первой Части Книги Шестой Об Освобождении Маха Рамайны Шри Васиштхи Ведущий К Освобождению Записанный Валмиром Шикхи Шикхи Шикхи